Добрый день! Мы на этой неделе находимся в недельной главе Кита Во, когда придешь. Один из секретов Торы, в частности книги Дворим, в которой мы сейчас находимся, раскрывает нам Виленский Гаон. Он жил в 1720-1797 году. Он писал, что каждая из десяти глав книги Дворим соответствует столетию в последнем шестом тысячелетии от сотворения мира. То есть именно в том тысячелетии, в котором мы сейчас живем, в последнем шестом тысячелетии от 5000-го года до 6000-го. Сейчас, как известно, заканчивается 5782-й год. И Дора Шушана, главы года, еврейского нового года, главного суда, на котором будут рассматриваться дела всех людей на земле, вносятся решения о их судьбе. До него осталось 13 дней. Так вот, недельная глава Кита Во, когда придешь, которую мы читаем на этой неделе, это седьмая глава книги Дворим, и она соответствует предыдущему столетию. 5600-й, 5700-й год от сотворения мира, или в Григорианском летоисчислении 1840-й, 1940-й. И по содержанию нашей главы можно проследить ее соответствие историческим событиям тех лет. В 1940-м году, как видно по всем, без исключения историческим источникам, он характеризовался как начало возвращения евреев в землю Израиля, начало массовой алии. И сказано в начале нашей недельной главы, и будет так, когда придешь ты в страну, которую Бог всесильный твой отдает тебе в уделы, и овладеющие, и поселишься, возьмей то, и так далее, и так далее. То есть, как раз начало главы начинается с массовой алии, когда придешь ты в землю, когда и овладеющие, и поселишься, и так далее. К сожалению, потом во второй части главы начинаются проклятия, и проклятия, которые перечисляются там, можно поставить в соответствии с массовыми погровами и гонениями евреев, которые как раз и происходили в конце 19 века. И сказано дальше у нас, и будет так, если не станешь исполнять волю Бога всесильного твоего, чтобы строго соблюдать все его заповеди и установления, которые повелевают тебе сегодня, то сбудутся на тебе все эти проклятия и настигнут тебя. И поэтому проклятия сбываются, настигают, и в свою очередь погромы и гонения приводят евреев к неправильным выводам, к уходу от Торы, маскировке под другие народы и, как следствие, к ассимиляции. Это, в свою очередь, вызывает следующую реакцию Всевышнего, что соответствует уже следующей части проклятий, как сказано опять дальше у нас, и нашлет на тебя Бог народ издалека, от края земли, народ, язык которого ты не услышишь. И пожрет он плоды твоего скота и плод твоей земли, пока не будешь уничтожен, и так далее, и так далее. И в 1939 году начинается Вторая мировая война, она приносит миллионные жертвы среди нашего народа. Катастрофа. И нужно правильно понимать, что, конечно, это не прямой смысл Торы. Толкование Вилинского договора относится к ремес, к намеку, одному из четырех уровней трактования Торы. Известно, что у Торы 70 лиц. И вот Рамбан, он умер в 1270 году, он видит другие намеки, в описанных в нашей недельной главе проклятия. Он видит намеки на события Второго храма и разрушение его римлянами. И я вот приведу несколько отрывок в нашей недельной главе, которые, по мнению Рамбана, описывают происходящее перед разрушением Второго храма. Как написано, нашлет Бог на тебя народ издалека, от края земли. Как орел налетит народ, язык которого ты не знаешь. Народ наглый, который без уважения относится к старцам, к юношам и не пощадит. И пишет Рамбан, что нашлет на тебя народ издалека. Это речь идет о римлянах. Ведь Веспасиан и его сын Тит придут на святую землю во главе с огромной армией Рима и захватят все укрепленные города Иудеи. И говорит дальше Тора, и будет он теснить тебя во всех твоих воротах, пока не падут твои стены высокие и крепкие, на которые ты надеешься. И будешь ты есть плод твоего чрева, плоть твоих сыновей и твоих дочерей. Помним практически, это описывает Мегалатейха, который мы читаем 9-го ава, происходящее в 9-го ава при разрушении храма. Но об этом здесь, в Торе, это написано за тысячу лет до разрушения первого храма. И как известно, римляне захватывают Иерусалим, и в руках евреев остается только один храм. И там они как раз в осаде написаны, будешь ты есть плод твоего чрева, плоть твоих сыновей, плоть твоих сыновей и дочерей. И когда будет захвачена территория храма, то осуществятся уже дальше следующие слова. И будете вы отторгнуты, сметены с земли, в которую ты ступаешь, чтобы владеть ее. И рассеет тебя Бог по всем народам, от края земли до края земли. Но и среди тех народов ты не найдешь покой, и не будет отдыха твоей ступне. То есть самое страшное, что в Торе, здесь, которая говорит об этом изгнании, в котором мы сейчас находимся, в нем, в этом последнем изгнании, в нем нет границ, нету, и сказано, не найдешь ты покоя, и так далее, и так далее. И мы сейчас это ощущаем на себе, или должны ощущать, если мы остаемся евреями, и не пытаемся быть похожими на эти народы, в череде которых мы живем, куда нас изгнал Бог из земли за наши поступки. То есть в то же время, по мнению Вилинского Гоона, следующая недельная глава, Нецавим, она намекает уже на наше именно столетие, на 5700-5800 год, а мы в 5782 сейчас заканчивается. То есть или по-грегоянскому, это 1940-2040, то есть в котором мы видим массовое возвращение евреев к своим корням, к Торе, к Богу, отстраиваются старые синагоги, появляются новые, увеличивается количество молящихся. Как сказано в главе Нецавима, перелистаю дальше, и будет так, когда все эти слова исполнятся для тебя, и благословение, и проклятие, которое я изложил тебе, да, после того, что произойдет, вот, все, да, и возвратит Бог твой, всесильный твой, твое изгнание, и смилостивится над тобой, и опять соберет тебя из всех народов, среди которых рассеял тебя Бог всесильный твой. И даже если будут твои изгнанники на краю неба, то оттуда соберет тебя Бог всесильный твой, и оттуда возьмет тебя Бог всесильный твой, и приведет тебя в страну, которой владели твои отцы, и овладеешь ее, и он облаготетельствует тебя, и сделает тебя многочисленнее твоих отцов. Возвращение произойдет не только физическое, вот, которым мы свидетели тоже сейчас уже являемся, когда многие приезжают в землю Израиля, но и возвращению к Богу. И все, что мы видим, что все предсказано, в Торе есть все, все сбывается, и нам каждому решать, быть в этом тренде, запущенным самим Богом, быть в основном в формате редвижения. И если написано, что и соберет тебя Бог всесильный твой здесь в земле, и здесь облагодетельствует тебя, то, наверное, не нужно бояться, нужно принимать эти правильные решения. Или висеть там на обочине в непонятном состоянии, когда кажется, что и движение есть, и вроде как что-то себе делаю, даже к Богу приближаюсь, даже в синагогу хожу. А, похоже, остается все суетой, а не плодотворным движением вперед в соответствии с планом Бога. И до дня суда осталось 13 дней, и сейчас как раз тот момент, когда даже небольшие правильные решения могут изменить вектор судьбы. Просто поменяв на чуть-чуть здесь, дальше разойдется это глобально. И поменять путь развития событий на ближайшие годы, поменять на всю последующую жизнь. Я желаю всем нам правильных решений, брахавы от слуха, и оставить все дальше в поисках таких смыслов.